Приветствую вас! Я поздравляю каждого из вас, который участвует в этом международном лагере. Сейчас мы проводим самый прекрасный лагерь, самое прекрасное мероприятие в мире. Очень прекрасная музыка была. Также сегодня выступления танцевальные были очень замечательными. Те молодые люди, которые могут оставить все обстоятельства и двигаться вперед, тогда вы сможете почувствовать то, что вы никогда не ощущали, живя в этом мире. Также встретиться с прекрасным миром слова. Я желаю, чтобы это не заканчивалось, чтобы этот лагерь не заканчивался. Это очень прекрасное время. Сегодня прочитаем с вами Евангелие от Иоанна, 8 главу. Откроем Евангелие от Иоанна, 8 главу, с 1 стиха по 11. Если вы нашли, я прочту. Иисус же пошел на горы Илеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». А Моисель в законе заповедал нам побивать таким камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один, Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Наша организация, ИВФ, была начата под именем Иисуса. Потому что именно Иисус тот, который приносит истинные изменения. Когда мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, мы можем увидеть, что очень много людей после встречи с Иисусом изменились. В четвертой главе это женщина у колодца. В пятой главе это 38-летний больной. В девятой главе это слепой человек. И также в одиннадцатой главе это умерший лазарь. Иисус – это Бог, который имеет силу изменить нашу жизнь. И в этом лагере я хочу проповедовать и рассказывать о том, как Иисус может действовать и как может изменить вас. В вашей жизни есть какие-то испытания, трудности, боль. И вы те, которые живете для того, чтобы наш мир стал более счастливым, более прекрасным. Но много людей, которые, к сожалению, живут несчастно, не в благословении. В четвертой главе послания от Иоанна написано о женщине самарянки. Эта женщина, она желала быть счастливой, поэтому она вышла замуж за одного мужчину. Но она не смогла найти счастье в нем, поэтому развелись они. Потом она хотела получить счастье благодаря тому, что вышла замуж за другого. Но это счастье, это желание счастья изменялось на разочарование, на отчаяние. И когда эта женщина встретилась с Иисусом у колодца, тогда она увидела, что, естественно, Иисус изменил полностью ее жизнь. В девятой главе написано о слепом от рождения. Он встретился с Иисусом. И до сих пор он жил, следуя по мыслям, которые исходят из его сердца. Но мысли человека и мысли Иисуса очень отличаются. Он очень старался изменить свое мышление, из-за их хорошо жить. Но он не смог сделать ничего. Когда этот человек, слепой от рождения, услышал Слово Иисуса, он изменился и стал не таким человеком, который следует по своим мыслям, а тот, который следует по Слову Иисусу. И очень удивительные изменения произошли в его жизни. Все изменилось в его жизни. Как он жил, как он говорил, что он ел. Поистине он изменялся и еще более изменялся. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как изменилась женщина в взятой полюбодеянии благодаря Иисусу. Кто хочет жить несчастно в этом мире? Кто хочет жить в испытаниях, в воле? Хотя мы хотим благодаря своим силам освободиться от печали, от переживаний. Но мы часто падаем, потому что у нас нет силы, не хватает ее. Женщина, которая взята в полюбодеянии, она хотела жить счастливо, но она потерпела несчастье в своей жизни. Но после того, как она встретилась с Иисусом, когда она услышала Его Слово, она увидела то, что ее мышление и мышление Иисуса очень отличается. Она была шокирована. Она была удивлена. И здесь написана о ней история о том, что она прилюбодействовала. Ее взяли на месте полюбодеяния. И в Библии написано в законе, что нужно побить таких камнями. Поэтому эти люди привели ее и хотели побить камнями. Они взяли с собой камни. Они плевали в ее лицо. Они пинали ее. Они били ее. Держали за волосы. И они привели ее в какую-то местность. Они взяли множество камней. У нее не было даже возможности избежать этого. Если она что-то старалась сделать, ее тогда били, в нее плевались. Не было ни единого способа. Но когда они били эту женщину, один сказал, можно ее просто побить камнями. А как вы думаете, что скажет Иисус? Как вы думаете, он скажет, побейте или не бейте? Он же пришел спасти грешников. Если он скажет, побейте, тогда он, получается, лжецом. Он же пришел спасти грешников. Но если он скажет, не побивать камнями, тогда он приступает к закону. Ой, так интересно. Как вы думаете, что же Иисус скажет? Простите. Я попробую объяснить по-другому. Я должен думать о переводчике. Да, ни в коем случае. Я не то, что ненавижу его, поэтому я говорю, так сложно. Я очень хочу позаботиться о нем. Если Иисус скажет, побить камнями, это невозможно. Если скажет, не бейте камнями, тогда тоже не подходит. А, все, мы тогда словим его. Поэтому женщину привели к Иисусу. Ее поставили посреди. И рядом стоял Иисус, и они окружили их. Все уже подняли руки с камнями и хотели бросить камни. Но один сказал, «Учитель, эта женщина была взятоприлюбодеянием. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Если скажет, побейте, тогда это неправда, что он пришел спасти грешников. А если скажет, не побейте, тогда написано, побейте, а он говорит, не побейте. Он преступник закона. Они хотели подловить Иисуса. И все эти люди окружили Иисуса и женщину и ждали. И кто-то сказал, и они все ждали, что же скажет Иисус в ответ. А Иисус, ничего не говоря, он просто писал перстом на земле. Все люди стали очень тихими. Они ожидали, что же Иисус скажет. Но тут он пристал. Кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Тогда все были шокированы. Они даже представить себе не могли, что Иисус может задать такой вопрос. Да, они все пришли, осуждая женщину, хотели побить ее камнями, но о себе они не думали. А Иисус сказал, кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Слушая такой ответ от Иисуса, они все начали оглядываться на свое сердце. А есть ли у меня грех? Точно ли у меня нет греха? Точно ли я был чист? Это не так было. Поэтому им стало стыдно. до сих пор они все были готовы побить женщину камнями. Но Иисус сказал совершенно иное. Он сказал, так и люди начали уходить, оставляя камни. Тогда осталась только женщина и Иисус. Остались женщина и Иисус, стоящие посреди. Тогда Иисус сказал, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала, никто, Господи. Иисус сказал, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Вот здесь знаете, есть удивительный момент. Эта женщина, когда она совершала прелюбодеяние? Да, многие люди говорят, что от того, что у нее появилась похоть, она согрешила. Но это не есть точный ответ. Если бы все прелюбодействовали от того, что у них появляется пуха, тогда бы были все прелюбодеянии. Но знаете, почему она совершила такой период? У нее появилось желание. И с одной стороны в сердце у нее появилось желание прелюбодействовать. А с другой стороны, нет, тебе нельзя так поступать. Тебя побьют камнями, ты умрешь. Тебя точно побьют камнями, ты умрешь. Читая Библию, мы можем видеть, что сатана все время кладет к нам какие-то мысли. Злой дух шептал этой женщине. Если ты пойдешь вот так тихонько, темной ночью, никто не увидит. Точно тогда никто не заметит. Тогда почему же эта женщина согрешила и прелюбодействовала. Именно из-за того доверия злому духу, который шептал в ее сердце. На протяжении десяти лет я учил заключенных, многих убийств, те люди, которые заключены на десять и больше лет. Я проповедовала им слово. Если было у меня время, я очень много общался с ними. Знаете, однажды я находился дома, и мне позвонили. Я взял трубку, мне позвонили из колонии, которая находится в Сувоне. Это был ответственный за образование. Я слышал вашу трансляцию, пастор Оксупак. Да, я знаю, что, пастор, вы выступали на таком-то канале, но я не знал ваш номер телефона. Но однажды я увидел, что журнал под названием «Благая весть» находился в нашей колонии. так как мы проверяем всю почту, поэтому мы проверяем и такие журналы. И когда я открыл этот журнал, там написано было ваше слово в начале, пастор Оксупак. Поэтому я позвонил вот по телефону, который указан на этом журнале, и я получил ваш номер, пастор Оксупак. «Вы приезжайте, пожалуйста, в нашу колонию». Да, поэтому я поехал в Суванскую колонию. Да, и знаете, там очень много было. Этот директор за образование, он попросил читать лекции по Библии, поэтому каждый понедельник я ездил и проповедовал по Библии. После этого я встретился с очень много заключенных. за те, которые совершали преступления, убийства и так далее. И знаете, когда я общался с ним, я очень удивительную вещь обнаружил, когда люди совершали какие-то аферы или же убивали. они знали, что если они попадутся, их слова это их посадят в колонию. Из-за того, что они знали, что если мы попадемся, нас точно посадят в тюрьму. но знаете, есть один общий момент среди людей, которые попадают в тюрьму. если я буду совершить преступление так, тогда меня не раскроют. И эта мысль охватывает их сердце. да, они совершают преступление и их ловят. Тогда они снова думают, находясь в тюрьме. Почему меня в этот раз поймали? А, меня поймали, потому что я оставил отпечатки пальцев. Ой, если бы я надел резинами перчатки, меня бы не словили. Такие люди хотят поскорее выйти на волю. Потому что они верят, если в следующий раз наденут резиновые перчатки, их не словят. Потом они снова совершают преступление в перчатках и снова их ловят. Почему? В этот раз меня соприли. Ой, так мне надо сделать, чтобы меня не словили. И снова выходят на свободу и снова преступление совершают. И большинство людей, которые попадают в тюрьму, это не последний раз для них. Они продолжают и продолжают совершать преступление. пастор Ким Ги Сон, он сидел в тюрьме. Он был заключенным и он прочитал книгу «Средо прощения грехов получил спасение». Он провел в заключении 16 лет. И когда осталось три месяца до освобождения, знаете, что он подумал? В донбассе «Три лидера» христианских лидеров, католические и буддии. Христианские лидеры, католические или буддийские лидеры, они были практически святыми, именно находясь в тюрьме. Они жили, отдавая себя в жертвы, и очень свято. Но эти люди, когда отбывают свое наказание, они выходят на волю и думают, все, я больше не вернусь сюда. Потому что, проведя 10, 15, 16 лет, они не могут совершать никаких преступлений. Поэтому они ни разу не согрешили за это время. И они думают, все, я омыл свои руки, я не буду больше так совершать. Я не вернусь сюда. Но знаете, что происходит? Если вот так я сделаю, точно меня не поймают. Поэтому они возвращаются после освобождения через 6 месяцев. Кто-то в течение месяца возвращается. Почти все возвращаются снова. Но брат Ким Ги Сон. Господь дал ему мудрость после того, как он получил прощение грехов. Он обнаружил, что эти люди, которые выходят, которые были очень, как будто бы святыми, как Иисус. Ну, они что говорят, я больше не вернусь. Я мыл свои руки. Я до сих пор за 15 лет ни разу не согрешил. Но, конечно, я не могу сказать, что все из них, но большинство точно возвращается. Поэтому, также, брат Ким Ги Сон, он думал, до своего освобождения, что он тоже не хочет возвращаться. Но люди, которые почти свято проводили свое время в заключении, лидеры христианские и буддийские, они возвращаются. Поэтому, когда брат Ким Ги Сон получил прощение грехов, он получил мудрость, не свою мудрость, а мудрость Иисуса. Я непременно вернусь сюда снова. Я буду жить до конца своих дней в тюрьме. Даже люди почти святые, они выходят, но возвращаются. Из этого дня он стал становиться несчастнее, потому что он начал переживать. А что же мне делать? А что может освободить меня? Я получил прощение грехов. Но мне кажется, что я снова вернусь в тюрьму. Это ранит мое сердце. И потом, что он подумал, «Ой, хорошо, если кто-то будет наставлять меня». Он подумал, кто может управлять его духовной жизнью. И никого он не вспомнил. И он посмотрел на автора книги «Середо прощения грехов» и написал письмо мне. «Пастор, я провел в тюрьме 16 лет. Но скоро меня освободят. Но мне кажется, что я снова вернусь сюда, в тюрьму. Пожалуйста, помогите мне. Пожалуйста, помолитесь. Простите, пожалуйста, направляйте меня. Пожалуйста, направляйте меня». Тогда я жил в городе Дейджон. Я сказал, «Приезжай ко мне». И тогда он написал письмо своему отцу. Сказал, «Папа, я выхожу на свободу какого-то такого числа. Но мне кажется, что я не смогу жить самостоятельно. Я снова вернусь в тюрьму. Но я собираюсь пойти, чтобы пастор меня обучал и наставлял. Прости меня, папа, что не смогу приехать поздороваться с тобой». Он написал такое письмо. И отец сказал, «Да, хорошо. Я хочу тебя увидеть поскорее. Но если ты хочешь так поступить, я буду терпеть». Поэтому он пришел в нашу церковь, выйдя из тюрьмы. Он жил на протяжении одного года. У нас была пустая комната в церкви. И брат Ким Ги Сон, он был очень счастлив на протяжении одного года. Он занимался уборкой во всей нашей церкви. Каждый день он убирал в туалетах. «Ой, уже 10 дней я еще не вернулся в тюрьму. Уже целый месяц я не вернулся в тюрьму». Он был очень счастлив, когда год прошел, а он не вернулся в тюрьму. Он был так счастлив, когда месяц он не вернулся в тюрьму. Целый год. Он был самым счастливым в мире человеком. И после того, как прошел один год, он поступил в миссионерскую школу. Он поступил в миссионерскую школу и очень серьезно учился. Он закончил миссионерскую школу. И мы познакомили его с одной сестрой. Они поженились. Они образовали семью и сейчас живут и служат. Они стали очень ценными служителями. Но знаете, важный момент? То, что в его сердце разрушилось доверие себе. Я старался быть добрым, старался быть хорошим. Но не получается. Поэтому он точно понял, что если он будет жить своим усилием, он не сможет избежать заключения вновь и вновь. Но многие думают, что я постараюсь, я по-другому буду совершать. Меня не словят, когда я не попаду сюда. Но не получается. Почему эта женщина совершила пролюбодияния? Потому что она думала, если я совершу пролюбодияния, таким образом меня не словят. Она имела такую мысль. Она имела доверие себе. Когда я слышал истории заключенных в тюрьме, Знаете, все одно говорят. Если я буду так поступать, меня не словят. Они поступают так, снова попадают в тюрьму, снова выходят. Ой, нет, из-за этого меня словили. Я так не буду. Вот по-другому. Они все время ищут какой-то новый способ, но потом снова их ловят. А снова я попался. А почему я попался в этот раз? А вот в этом я ошибся. Поэтому те люди, которые выходят и снова попадают в тюрьму, именно так живут. Среди людей, которые освободились после заключения. Знаете, есть те, которые подумали так. Потому что я доверял себе. Я доверял себе. Я не мог не совершать преступления. Я доверял своим мыслям. Но если, я поверю в Иисуса, вот кто так подумал, они не возвращаются в тюрьму. Если они думают, и если я в этом ошибся, я поступлю по-другому, и я не попадусь. Они снова попадают в тюрьму. Точно по такому же принципу. Ай, клин, нанне. Ой. 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 О, я не могу получить мой долг. А кто же мне делать? Мне нужно заработать быстрее. Они хотят получить деньги, игровые автоматы. Они думают, что у них получится выиграть. Но они потеряют. Теряют снова. Если они думают, ой, у меня получится. В этот раз получится. Знаете, что они чувствуют в сердце? В этот раз точно получится. В этот раз точно я выиграю. Именно такие люди, они теряют все свое имение в игровых автоматах и поканчивают жизнь самоубийством. Но причина тому, что люди доверяют себе. В 1962 году я поступал, издавал экзамен на инженера-прапорщика, но я провалил экзамен. У меня не было никаких дефектов в моем организме, но всего лишь немножко передний зуб у меня поломался. Я никогда не думал, что я смогу быть дисквалифицирован именно по такой причине. Я все другие проверки прошел и пошел к стоматологу. И тогда стоматолог написал что-то в моей карточке. И я увидел, что его надпись была немножко другой, не такой, как у всех остальных. И я подумал, а, вот, я провалился из-за моего зуба. Я подошел и умолял. И меня спросили, сможешь ли ты поставить себе новый зуб, починить его? Я сказал, нет, у меня нет денег. Я умолял его. И в конце концов, доктор сказал, даже если я уйду в отставку, я не смогу пропустить тебя. Если бы это были задние коренные зубы, я бы тогда пропустил. Поэтому я потерял все силы и вернулся домой. Да, знаете, Господь дал мне очень много. Да, было у меня много желаний, как я хочу жить. Но все я потерял. А, какой я человек. Если я делаю, ничего не получается, как следует. Не получится, потому что я доверяю себе. Эта женщина взятая при любое деяние. Почему она совершила при любое деяние? Потому что она доверяла, что если я так поступлю, я не попадусь. Она встретилась с Иисусом. Книжники и парисеи. Они задали вопрос Иисусу. Эта женщина была взята при любое деяние. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь? А Иисус перстом писал на земле. Когда он писал на земле, потом он приподнялся и сказал, кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Эта женщина, услышав такие слова, она была шокирована. Что же ее так удивило? Она так глупо жила до сих пор. Кто из вас без греха первый бросил на нее камень? Иисус знал, и ее сердце, и так же сердца всех людей, которые присутствовали там. Эти люди говорили, надо бросить на нее камень. Но Иисус знал то, что все они имеют грех в свое сердце. Иисус писал своим пальцем на земле. Потом он встал и сказал, кто из вас без греха первый бросил на нее камень? Тогда женщина была очень удивлена. Она увидела, что огромная разница между ее мудростью и мудростью Иисуса. Она доверяла, что если она вот сделает так, тогда ее не словят. Насколько это глупо просто доверять себе. В мае 1062 года. Знаете, что я понял? Насколько это глупо доверять себе. Пока я доверял себе, в своей жизни ничего у меня не получалось. Но все же я думал, что я хороший. Что я умный человек. Я думал, что я нормальный. Почему? Я не знаю. Может быть, мне казалось, что все глупые вокруг меня. Но я думал, что я нормальный. Я думал, что я хороший. И что я понял? Я такой глупый. Я такой дурак. Ты даже провалил экзамены инженера-прапорщика. Что ты можешь сказать? Какой ты крутой. Когда я смотрел на себя, я увидел, что я такой недостойный. Когда женщина встретилась с Иисусом, знаете, что она увидела? Как он имеет такую мудрость? Я такая глупая. Я такая глупая, что доверяла себе. Я думал, что у меня получится. А у меня, кажется, нет мудрости вот такой. Но он... Он увидел сердца всех присутствующих здесь. И он сделал так, чтобы камни упали на землю. Он увидел... Она увидела большую мудрость. И увидела, в какой она глупости жила до сих пор. Я хочу такую мудрость иметь, как у него. Я хочу получить ее. Я хочу его принять в свое сердце. Знаете, однажды я призвал одного юношу. Я сказал, я хочу кое-что сказать тебе. Тогда я серьезно сказал ему. Десять лет я преподавал в колонии. Люди, которые думают вот таким и таким образом. Они попадают в тюрьму. Смотря на тебя, я вижу, что ты имеешь такое мышление. Я хочу, конечно, чтобы ты не попал в тюрьму. Но люди, которые имеют похожее сердце и мысли на твои, они идут в тюрьму. Вот твое сердце такое и вот такое. Я желаю, чтобы ты изменил свои мысли. Он был удивлен. И знаете, что этот брат сказал? Пастор, спасибо вам. Вы правы. Я изменю свое сердце. Помогите мне. Да, пастор, я точно достоин попасть в тюрьму. Он совершенно изменился. Сейчас он очень серьезно работает. Он занимается бизнесом. Конечно, есть трудности. Но все же он справляется. Вы знаете, мне кое-что видно. Это сердце человека, который попадет в тюрьму. Люди, которые прелюбодействуют. Люди, которые воруют. Да, все они имеют похожую мысль. И они доверяют своим мыслям. Знаете, долгое время в деревне приезжали аферисты, профессиональные аферисты. Они рассказывали о том, что игровые автоматы, они приносят прибыль. Они начали обманывать. Очень многие люди, они начали играть в автоматы, но они теряли свои деньги. Но они являются профессионалами. Они все время теряют свои деньги. До того, как люди думают, ой, я лучше играю, чем кто-то. Я умнее. Да, и знаете, люди не знают то, что профессионалы, аферисты, они специально проигрывают в азартные игры. Когда человек думает, а я умнее, чем эти люди, чем аферисты. тогда они начали, он начнет выигрывать. Даже если он потерял свои деньги, он думает, я хороший игрок. А в этот раз я проиграл, потому что не получилось, не разложились карты. Но в следующий раз точно мне повезет. Вот у меня есть такая уверенность, у меня есть опыт. У них появляется чувство, что они скоро выиграют. но многие люди говорят, ой, я сейчас теряю. Они могут выйти. Но этих людей, они доверяют себе, поэтому они чувствуют вкус денег, они имеют уверенность. Им очень тяжело выбросить свою сердце, которая желает денег. или нет? Они, они хотят выиграть, но теряют. Но в следующий раз они думают, точно я выиграю. Другие люди, они думают, а ты же в прошлый раз думал, что ты выиграешь, но ты потерял. В следующий раз ты точно проиграешь. Если они думают, тогда они играют и думают, в следующий раз точно я выиграю. Они думают таким образом. Так же и наркомания. Есть 3.9. Это название? Когда кокаин, мы берем экстракокаин. Мы берем мягкий кокаин. Это 100% кокаин. И когда люди, они извлекают экстракокаина, я не знаю точно подробно, но они добавляют какой-то препарат химический. Но если добавлять этот химический элемент, тогда выходит намного больше. Что же такое 3.9? Это означает, что 3.9. 99,9%. 99,9% Это значит, без никаких добавок. Если чистый кокаин попадает в организм, и он очень на маленькое время задерживается в организме, потому что выходит с мочой. Но если я даже получу эту дозу кокаина, которая является чистым почти 99,9%, оно очень быстро покидает мой организм. Но сейчас наркодилеры, они говорят 3.9. Но вы не можете отличить, это по-настоящему чистый кокаин или нет. Но в основном наркодилеры распространяют именно смешанный кокаин. Когда эта смесь попадает в организм, очень надолго время задержится в организме. Таким образом, человек сразу становится зависимым. И тогда этот человек, он, находясь под кайфом от кокаина, он разрушает свою жизнь. И люди, они определяются, что я доверяю себе, когда был 1962 год. И знаете, я имел разные планы и хотел плыть в Японию, чтобы работать, и еще другие планы, но я во всем провалился. Но знаете, одно, что я сделал, это я понял, что если я следую по своим мыслям, я потерплю крах. Если я последую по своим мыслям, я потерплю крах. Это очень основательно засело в моем сердце, такая мысль. Да, конечно, я следовал по своим мыслям. Но у меня появился страх. Если я последую по своим мыслям, я потерплю крах. Знаете, служители и пасторы, есть разные человеческие способы, но есть причина одна только. Почему я не поступал по-человечески? Потому что я знал, что если я последую по своим мыслям, я потерплю крах. Но знаете, что... Женщина, когда услышала слова Иисуса, она увидела и была шокирована тем, что какой глупой она была. «А, если я буду так поступать, я не попадусь». Она впервые в своей жизни увидела мудрость Иисуса. Иисус увидел сердца всех людей, стоящих вокруг. И Его мудрое слово всего лишь одно. Он сказал, «Кто из вас без греха первый бросил на них камень? У всех был грех. Как у женщин-прилюбодеяй, и прилюбодеяйки, так же у книжников, форесев, у всех людей там. Иисус имел силу видеть их сердца. У Него была мудрость. У Него была сила оживить. У Него было желание оживить грешника, оживить умершего». Да, знаете, кажется, что в Библии не очень что-то особое написано. Но мы можем увидеть, какая мудрость, которую мы никогда не сможем постичь. И никогда это мы не сможем постичь. «Моя сила, моя мудрость, не можете когда победить искушение». И что же думали старейшины? «А, Он прочел сердца всех нас стоящих здесь. Если мы думали, что Он скажет, если Он скажет, «Побейте камнями, тогда Он окажется лжецом, что Он не спаситель». «А Он окажется знал, как спасти Меня от смерти». У Него была мудрость. У Него была сила. «А как Я жил? Я такой ужасный. Я доверял только Себе. Я следовал по Своим мыслям. Я думал, что Меня не словят на прелюбодеянии». Когда эта женщина обнаружила мудрость Иисуса, она, конечно, хотя была благодарна Иисусу, в ее сердце появилось желание, «Я тоже хочу иметь такую мудрость». «Почему я игнорировала такую мудрость?» «Мне казалось, что Меня не словят, поэтому я последовал за своими мыслями». И люди думают, что они смогут выиграть, поэтому они играют в азартные игры, идут на воровство, потому что они думают, Меня не словят. «И я никогда не верил Иисусу». Но знаете, что важно? До тех пор я доверял Себе. Тогда я понял, насколько я глупый и насколько глупо доверять Своим мыслям. Я очень точно понял это во всем и постепенно в нашей церкви. Есть те, которые хотят ближе со мной быть. И есть те, о которых я хочу заботиться. Но Иисус не делает так. Если я хочу к кому-то относиться хорошо, но я думал, мне нужно терпеть. Мне не нужно по-своему поступать. Вы знаете, я подумал о тех, которые пасторы, служители, которые близки со мной. Но Иисус так не поступал. Я никогда не поставил ради себя кого-то или не стоял за себя. Иисус, Он за меня был, потому что я подержал крах. Я учился сердцу Иисуса посредством Библии. Когда женщина за это прелюбодия не следовала Иисусом, если бы она имела такую мудрость, она бы не получила. Если бы она научилась такой мудрости, она бы смогла по-другому жить. Если бы она научилась такой мудрости, у Иисуса есть такая мудрость, но она игнорировала такую мудрость, она настаивала на своем. Она считала, что ее не словят. Но теперь я умираю. Она впервые обнаружила ту мудрость великую, которую имел Иисус. Все, теперь я буду верить Ему. Я не буду доверять себе. Я недостойна доверия. Насколько я глупой была, доверяя себе. Насколько я совершила множество ошибок, доверяя себе. До вот этой позиции я дошла, доверяя себе. Но когда мы не знали мудрости Иисуса, когда она не знала мудрости Иисуса, тогда она думала, что ее не словят. А что же Иисус сказал? Он начал писать перстом на земле. Он сказал так. Кто из вас без греха первый брос на нее камень? Он обнаружил их грехи. Вот это мудрость. Он показал, Иисус показал грехи этих людей. И Он спас от смерти женщину. Это мудрость. Его любовь. Книжники и фарисеи ходили в дорогих одеждах. А когда Иисус был в Иерусалиме, Он проповедовал. Он ходил на гору. И знаете, молился там. У него не было такого, как было у этих людей. Когда я жил в Кимчоне, Господь дал мне дом. Да, я думал, находясь в том доме, что Иисус, ты спал на горе Ильонской. Когда шел дождь. Куда ты ходил, чтобы спрятаться от дождя? Знаете, у меня сейчас в квартире 4 комнаты. У меня есть 3 большие комнаты. И я думал, хорошо, если бы по 4 ученика здесь спали. В каждой комнате. И одна комната принадлежала бы Иисусу. Если бы такая комната, такая квартира была в Иерусалиме, я бы отдал ее Иисусу. Я хотел отдать ее Иисусу. Почему, Господь, Ты даешь мне такую прекрасную комнату? Да, сейчас я живу в более просторной квартире. Знаете, я очень-очень благодарен Господу. То, что Господь дает мне, я очень-очень благодарен за каждое перед Ним. За мою пищу, за мой сон, за мою одежду. Когда я думаю о Господе, мне кажется, что я очень роскошно живу. Но Иисус, Он так же не жил тогда. Господь, насколько Ты в трудности жил, когда Ты был здесь. Но у меня много одежды, у меня есть автомобиль, у меня есть пища. Что я такое? Почему именно я получаю благодать ту, которую достоин получать Иисус? Тогда эта женщина поняла, что какая она была глупая, доверяя себе. И мне есть такую силу, такую мудрость. Почему я не имела такой мудрости? Почему я доверяла себе? И тогда эта женщина приняла решение отречься от себя. В 1962 году, в мае, я не прошел на инженера-прапорщика. И потом, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, я пять месяцев находился в глубоких размышлениях. И я понял точно, что если я буду доверять себе, я потерплю крах. Я принял решение не доверять больше себе. Если бы я поверил себе, да, может быть, я тоже совершил бы большую ошибку. Но я очень рад, что я живу с Господом. Господь знает, насколько я недостой, насколько я глупый человек. Эта женщина, она была удивлена, потому что никто не знал лучше, чем Иисус. Вы все молодые. Вы все очень драгоценные молодые люди. Если вы доверяете себе, тогда злой дух часто будет вкладывать в вам мысли и то, что у вас все получится. Но если вы доверитесь этим мыслям, вы потерпите крах. Если вы поверите Иисусу, Иисус, Он имеет силу и мудрость спасти человека от смерти. И так же вы можете получить эту силу. Вы знаете, я немножко узнал о мудрости Иисуса. Я оставил свои мысли и жил по мудрости Иисуса. Господь десятках тысяч направлений помиловал, благословил. Я все это испытал на личном опыте. Да не думайте, чтобы только мои мысли правильные. Вы изучайте подробно свои мысли. Если вы посмотрите подробно, «А, я только имею грех, и я достоин смерти», тогда вы увидите, какую благодать имеет Иисус к вам в тот день, когда эта женщина возвращалась домой. Она больше ничего не имела, только благодарность в своем сердце. Она была наполненной. Такой мудрый. Никто не мог бросить меня в камень, но даже никакой член парламента или министр не мог бы спасти меня. Только одним словом, которое Иисус сказал, Он спас меня от множества камней. Мудрость Бога. Если бы я имела такую мудрость, как Он, тогда бы у меня не было таких трудностей. Я хочу жить этой мудростью, Господа. Я не хочу больше доверять себе. И посредством этого Она смогла заболеться от Своих мыслей. И мудрость Иисуса, Слово Иисуса, оно вело. Я верю, что также и вы сможете жить счастливо. Знаете, у меня также было. Я оставил сердце, которое веду себя. Я принимал сердце Иисуса. И пока я жил сердцем Иисуса, Господь действовал и жил в моем сердце. И Он сделал так, что я смог проповедовать Евангелие. Он открывал пути. Я очень благодарен. Женщина-прилюбодейка. Она увидела свою мудрость и мудрость Иисуса. Когда она сравнила. Она увидела то, что она не знала до сих пор. Моя мудрость никогда не сравнится с мудростью Иисуса. Но на сегодняшний день многие люди, они даже говорят, что верят в Иисуса, но они следуют по своей мысли. Они теряют. Они думают, что все получится. Они доверяют себе. И люди, которые играют в азартные игры, они надеются на следующий шанс. Они доверяют своим глупым мыслям. Но если вы будете верить Иисусом, только оставив свои мысли, тогда Иисус сделает так, чтобы вы жили точно так же, как Иисус. Иисус, чтобы вы жили светло, чтобы вы имели силу. Уже время подошло к концу. Я желаю, чтобы вы были счастливы. Чтобы вы обнаружили, насколько вы глупые люди, недостойные, и встретились с мыслью Иисуса, с мудростью Иисуса. Тогда вы станете такими же, как Иисус. Вы станете угодными Господу. И Господь явит вам благодать и милость во многом. Давайте помолимся. Святой Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Эта женщина была встать при водеянии. И никто не смог спасти ее от смерти. Иисус пришел. И мы, мудростью Иисуса, Он спас эту женщину. Он дал ей надежду. Он дал ей благодарность. Он вложил свою мудрость в ее сердце. Если мы будем жить с сердцем Иисуса, тогда мы станем маленьким Иисусом. И мы будем жить очень счастливы. Многие люди со всего мира собрались. Господь, Ты благослови всех. Ты дай, чтобы они не жили, доверяясь своим мыслям, но жили мудростью Иисуса. Чтобы они стали ценными детьми Твоими. Чтобы они были похожи на Тебя, Иисус. Чтобы они проявляли Иисуса. Мы благодарим Тебя. Молились Ваим Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.